Приветствую всех любителей пошаговых стратегий, вы слышите Алексея Халецкого, и я продолжаю на уровне сложности божество проходить Сид Мэрс Цивилизейшн 6 Гэзерин Сторм, ну или там Нью Фронтир Пас тоже. За Мауре! Не хватает, правда, совсем уже все апнуть, но начнём... Ещё одну селитру надо. Не хватило достроить осадную башню. О, в полтоводце-то кидали, формируют фар-армаду. Ну, в случае я уже тут быстро в нормальный век за 5 ходов практически вышел. Отступаем. Тут стоим, не должны убить мушкетёра. Тайцы просочиться в мои владения. Да, хорошо, что с Колумбией уже мир заключили. Я даже, наверное... А может, этим просто следовать? Я, наверное, просто флотоводцем буду следовать. Думал, сделать армаду, не... Так, мастерская. Растёт... Водяная мельница... Центр... Да, шпиона давайте. Вообще, я тут могу уже... Вот, знаете, надо решить. Мне надо разведывательное управление или часовню великого магистра. Я бы не сказал, что у меня прям так много веры, чтобы юниты покупать. Да и надо ли мне покупать юниты? У меня уже построено довольно много. Я бы, наверное, всё-таки разведывательное управление здесь делал. Так, сколько там стоит апгрейдить? 165. А у меня 201. То есть это 45 плюс... Я думаю, что я куплю здесь мастерскую. Тут вообще нету соседства пока у промышленной зоны. Ну, книгопечатание надо дооткрывать. А что в индустриализацию? Ага, сюда. Через осадную тактику. Ну, две бомбарды тоже будет, значит. Давайте осадную тактику, потом я... Ой, то есть книгопечатание, потом осадную тактику. В следующем ходу я вторую бомбарду получу. Пекин. Даже производство даёт. Так, здесь мы вот тут оформим промышленное производство. Видите, ещё два производства. Надо было как-то раньше делать. Сначала запомедник начну всё-таки. Интересно, как увеличится просто здесь выхлоп клеток. Давайте вообще ещё глянем, что у нас по престижу. Где-нибудь ещё вообще возможно. Но тут маловато. И жалко эти клетки занимать заповедником. Вот тут, наверное, можно попробовать. И вот тут, когда на Галу-мапу захвачу. И вот тут, когда на Галу-мапу захвачу. Ой, боже, продолжать строителей. Я здесь только смогу когда-нибудь, если только аквапарк, то тоже непонятно зачем. Давайте каравеллу. Так, здесь всё равно сделаю. Придумал. Просто строителями просто уже не нужны никакие. Ну, меркантилизм нужен. Он нам открывает... Ну, наши леса начинают давать больше производства. Интересно, эти... Эти, наверное, вглубь сейчас побегут ко мне. Вряд ли они атаковать начнут. Что он не убил? Арбалетчика? Офигаси, вот это я ошибся, конечно. Как... Офигаси, вот это... Офигас agreeing. так выводим бомбарду уже на на выстрел тут надо закрывать чтобы к ней никто не подошел и эту подводим к городу и и и так тут у меня каравелла отсюда поедет эту тогда сюда отправляем тут у меня флотоводец пойдет эти места исследовать эти может мы убила и аскорбим так на будущее я думаю что тут уже довольно быстро мы это все захватим все вот теперь все клетки в этом городе уже точно обработаны больше тут ничего невозможно будет сделать я не знаю куда тут жителя с эти жилья 19 реально может выросли тут еды дофига конечно уж там туда наоборот пингалу пересну вообще пока этот город больше чем тут 1 башня храм водяная мельница запретный гону 19 ходов тоже долго все кстати можно вот теперь можно катапульту еще построить что нету селитры поэтому катапульта доступны для строительства так а здесь нам осадную тактику мы открываем посмотрим что здесь у нас нет университета нам надо купить вапанга будет университет что-то сейчас дамбу начну сначала строить так вырубаем под заповедник блин из того что я вырубил лес ушел престиж блин а может тут и не хватит я зря заповедник получается строго не буду пока тут вырубать на производство потому что тоже вырубл лес еще уйдет престиж понимаете у меня скромное войско ну ладно да опасаюсь ну конечно по сравнению с португальца может и скромная но да ладно даже что началось а на него плюс 10 конечно но это трындец все равно блин вот реально утомительные мапучи это просто вот это способную пищу плюс 10 до даже при не плюс 5 плюс 5 и так уже офигенный бонус нет плюс 10 против золотого века то есть против мапучи надо играть хреново чтобы золотые века не вываливаться а ну да я сюда не могу стрелять боже сайте плюс 10 еще и городам даже относятся нормально вообще так мимо сюда подвинуть этого юнита чтобы он минус 5 имел блин сути куда меня бомбарду вести опять получается сюда только ну видимо нет господи как тяжело то а и все и потому что чуть тупые мапучи кто-то в баланс не умеет ни хрена блин и тут арбалеты не подвести никак его рыцаря надо как-то убить Да, он никак не убивается Я просто не хочу этим рыцарем атаковать Меня этот пикинер проатакует Ладно А, блин, я встал в зону контроля Я думал, что я убью этого рыцаря И отойду обратно этой фигней А, ну, наверное, надо все-таки мушкетером атаковать Тогда ладно Вроде получится Рыцарь вроде не должен Хотя, то есть он выстрелит из города И этими проатакует их, а на рыцаря Ну, давайте, ара, катапульту еще Так, куда мы отправим шпионы? Я бы отправил Кто у нас тут? Там венгр, лидер по науке А я на втором месте Тридцать пять, тридцать три Ну, давайте к минилику, наверное У него там, я правда, городов не вижу практически А к сумме лалибелу только Что в лалибеле у нас? Лалибелла Ну, короче, где у нас есть деньги поворовать? А вот, собственно, в Петербурге есть К венгру не могу, отправлял Или в ракеты, в ракеты, наверное, будет дофига 171 Нет, это не дофига В Питере 438 В Питере пить и воровать 4 производства, 10 Кайф Так, ну, тут я дамбу Дамба 9 ходов строится долго Лесопилка Ну, я так понимаю, что это можно спокойно открывать Потому что За Маури строить лесопилку Зачем? Ну, только ради одного этого ускорения Ну, господин, ход науки У нас тут все леса должны быть без улучшений Без лесопилок В общем, мне бы больше еще этих сделать Мушкетеров, на самом деле Скорее, чем Бомбарды Потому что я тут мушкетеров Мне сейчас моих Мои ТОА Поломают все Эти инвестиции в центр коммерции Надо как-то какого-то торговца Все-таки заполучить Гильгаммер Запретный город построил Если бы не Мапучи Все уже Слушайте, я думаю, что и тут нельзя удалять Потому что уменьшится престиж этого леса Как-то я через жопу тут С этим получилось С заповедником Ну, посмотрим Сейчас мы его построим Посмотрим Будет оно ли оно работать Вообще все это дело То, что я посольство могу там Или нет? Наверное, поберегу пока деньги Ну, как так? Ну, вот игры убьют этого рыцаря Все через жопу Ну, я убью Этого и что у меня будет С двух сторон Обстреливать Мне лучше тут стоять Рыцарь Ну, мне надо ТАУ Апать Подходить Очень тяжелое место Тяжелая цивилизация Блин, Мапучи Кайф просто Просто кайф Плюс 10 Ну, с хрена Ну, просто с хрена Ну, объясните Народ, объясните С хрена Плюс 10 Против золотого века Я играю Хорошо выхожу В золотой век Героический И имею проблемы Из-за этого Кайф Как здорово С хрена Так, кто еще Ничего не будет давать Потому что у меня Все ресурсы есть Мехико Тоже нафиг Надо Может Магодиши Чтобы Просто Войны Не было Катапульта Осадная Осадная башня Давайте Военного инженера Чтобы Два форта Построить Так Нам университет Рядом с горой Нужен Ну, мне Наверное Пока деньги Нужны Сколько стоит Апгрейд 125 Да Не Мне Хватит Следующим Ходом Давайте Я куплю Тут Универ И Ускорю Астрономию Блин А венгер Уже Где-то Тут Наверное В индустриализации Я вот По культуре Отстаем Хотя По цифрам Этого Не скажешь Да 82 81 В общем Я больше Ну Только у Вьетнама На единичку Больше У Мапучи 32 Науки Но он Все равно Почему-то Опережает Колумбию У которой В два раза Больше Науки Чем у него Интересно Вот смотрите Если он сейчас Будет мне Валить Бомбарду То я вообще Не понимаю Как мне этот Город захватывать С плюс 10 Не Ну это Это пока Терпимо То есть Тут Немного Он сколько 15 Да Он Квадрире Моих Бомбарду Обстреливать Интересно Ух ты Арабы Интересно Где я их Встретил Отходим Обстреливаем Слабенько Снимается Но В итоге Снимется Таки О Слушайте Давайте мы тут Здоровье Поправим Так К сожалению Не могу Взять В осаду Потому что Здесь Клетка С морем Свободная И здесь Холм Ну это Охренеть Конечно Что Мне сюда Везти Что Эту Бомбарду Долбаную Так Капаем Дому Шкетеров Зону контроля Лучше Поберегу пока Деньги Просто Всадником Сюда Побегу Ну и там еще Стены Средников Тем более Тоже Тяжеловато Где я Арабов Встретил Ага Мой шпион В Питере А что Это за Православные Гуру Тут Блин Тусят Вокруг Санкт-Петербурга Так Я думаю Военных Инженеров Достаточно Прицепки Неры Арбалетчики Но это все Все реально Уже не нужно Ладно Давайте Водяную Мельницу Так медленно Растет Город Каравелла Завершена Здесь Ну Видимо Дальше Продолжу А вообще Можно каперы Еще строить Где каперы Я же вышел В меркантилизм А Следующим Ходом Сорян Тогда Я отложу Просто здесь Производство Я каперов бы построил Мне два капера Нужно Так Так А вот здесь Промышленная Зона Есть Кампус Давайте Кампус Уже Вот тут Я все Планировал Его Хватит Откладывать Все-таки Ставлю Фермы Не хочу Леса Убирать Сейчас Они Тем более Еще Еще Больше Производства Начнут Давать Вот это Красивые клетки Болотные У меня Получились Да С пантеоном Мне войну Объявил Какой-то Город Государства Магадиши Ну не хочется Чтобы тут Грабили Какой-то Что-то Уплыл Почему-то Так Перемещение На дружеской Территория Селитры Угля Дополнительно Дают Ну нет Все-таки Скидка На улучшение Мне больше Экономить Селитру Чем Дополнительная Селитра От ресурса Ой Подождите А может Кто-нибудь Хочет Прогануть Мне селитру Вот Египет Например Что у кого есть Венгра Ну Венгра Наверное Вряд Восемь Это Мало Нет Блин Больно Вообще Работает Осадная Башня Пописаж Обходит Его Стены Атакуют Напрямую А ну Да Прямо По Городу Может Мне Железо Ему Разграбить Уже Рыцари Используют Да У него 11 Железа У него Больше Нету Железа Куда Пойду Да Подставляюсь Под выстрелы Но Мушкетеры Это Выдержат Как я Странно Воюю Здесь Все Таки Так Какие У нас Поступны Пути До Египта Еще Не Добегаю Нет Из Тепокахиви Пекин У меня тут Самые Конечно Крутые Монголу Но Я должен Буду Чаншу Захватить Опять Я тут Поплаваю Может Какой Город Увижу Давайте С этим Открытые Границы Не хочу Союз Пока Так До Харрера Добегает Нет Где мы Только До Аксума Ну А Давайте Пекин Так Есть Меркантилизм Видите Три Производства Стало Реформацию Наверное Можно Спокойно Открывать Мы же Явно Хотя Нафига Она Мне Надо Дать Такое Просвещение Она Тупиковая И Ничего Не Дает Так Здесь Что Паровой Двигатель Две Верфи Так Но Мне Надо Две Верфи Короче Восемь Ходов Пять Восемь Ну В общем Здесь Давайте Просто Строить А сколько Стоит Верфи Купить Пятьсот Восемь Ну Надо Будет Поднакупить Тут Жалко Восемь Ходов Строить Я Тут Каперы Делал Да Без Карточек Блин Все равно На производство Наверное Отправил Хочу Надо Дамбу Быстрее Достраивать Пять Ходов Непонятно Что с рабочими Делать Пока Стоят Ждут А вдруг Появится Какой-нибудь Ресурс Для Обработки Два Форта На своей Территории Чтобы В пушке Выйти Напоминаю Что появился Я вот тут Просто Я сейчас Поплыву В ту сторону Узнаю Вообще Было Ли Место Какое Нормальное Для Расселения Водяная Мильница Шесть Ходов До Трех Жителей Ну Наверное Я за Шесть Ходов Не захвачу Мапуча Поэтому Можно Центр Коммерции Поставить А потом Уже Когда Будет 13 Жителей Театралку Пекине Торговый Путь Хотя Не потерял У араба Ресурсы Но У него Ничего Нет У него Есть Селитра Но Он Не хочет Продавать У араба 107 У меня 131 166 У венгра Ну В принципе По Развитию Все Норм Я просто Из Заноза В Попце Под Названием Мапучо 9 ходов До конца Эпохи Блин Облачал Что выйти Чтоб Минус 5 Он получил Странно Сейчас Почему-то Нормально Все Обстреливала Да Так Теперь В мушкетера Апаю Баллистику Открыли Где Баллистика Здесь Стандартизация Сверху Окей И у меня 10 ходов Да 9 ходов Чтобы Опять Золотой век Попытаться Выйти Так 480 Давайте Здесь Купим Верфь А 580 Так Следующим Ходом Понял Ну я бы Наверное Просто Всех Губернаторов Так Этому Наверное Мани В Пивен Мапу Тут Стоим Всадником Тут У нас В Пекин В общем То Отправляем И Еще Один Шпион В Питер Я отправил В Каире Сколько Денег Мало А в Пекине 207 Ну вот В Пекине Предположим Кито Мало В Нипуре Мало А больше Некуда Поэтому Видимо В Пекин В Пекине О Леси Фьорд И Город На Баби Ну-ка Посмотрим До Сены Добегает Теперь Мои Караваны Да Добегают Отлично Можно Пытаться С Египтом Наверное Плохие Отношения У нас Правда А вот Изулуса Которым Я думал Что это Китай Изулусы Исчез У нас Имеется Здорово Я Правда Пока Послов Нет Туда Отправлять Что-либо Кумаси Ну Тут Много Всего Интересного В этом Мире Выполнил Задание Хатусы И Стал Сюзереном Так Инвестиции В Центр Коммерции Завершил Все равно Конечно До торговца Далеко Там Россия Случайно Туризмом Не побеждает Нет Махал Храм Храм Селитры Мало Еще повезло Что у меня тут Селитры Если бы Такая Мапуча Я без Селитры Я вообще Не брал Мапуча Вообще Никак Не знаю Ну конечно Юниты Надо строить Скорее Давайте Арбалетчиков Завершили Заповедник Который По-моему Мне сейчас Ничего Не дает Вообще Сейчас посмотрим Что роща даст Отговорила Роща Золотая Серьезно Китай объявил Войну Прикол Ну давай Давай Посмотрим Ну я так понимаю Что и Венгрия Ему войну Объявила Тогда А он Вообще В какой-то Дружбе С Мапуча Или Просто так Он Решил Ну у него Уже пушки Есть Правда Так Ну давайте Давайте Кого-нибудь На него Еще Натравим Кроме Венгрия Далеко Я бы Шумера Еще Попробовал Уговорить Напасть Так С Мингром Вот Шумера У него плохие Отношения Тем более Давайте Попробуем Так Включить Сделку Сделаем Единицы К войне К Убилаю О Он Денег Хочет За это Ну давайте Так У нас Алмазиков Нету Давайте Вот так Поторгуем Уже Поменьше Хочет Да Ну давайте Как раз Дипломатическое Влияние Будем Тратить Основ 200 Мы Получили Если Я ему 20 Однократно Даю То 34 Вход Мы Сейчас Как раз Вот это Я понимаю Дипломатия Трачу Своё Дипломатическое Влияние Чтобы Уговорить 29 Вход У меня Там Как бы Много Вход Идет Но 29 Дорого Хорошо Если Мы Ещё Ему Оливки Выдадим 25 Вот Блин Ну Ну Давайте До Сотни Народ Доведем Дипломатическое Влияние Я Лучше Дипломатическое Влияние Буду Тратить 20 Чё Тут Тут Уже Мало Снимает Он Денег В Ход 19 Ладно На это Я соглашусь Пожалуй Потому Что Это Сосед Хубилай Вот Я Думаю Сверху Там Наверное Минилика Попробовать Уговорить Ну И чё Мы Тут Зависли Надо Ещё Минилика Уговорить Вступить В войну Я Думаю По идее Они должны Тут Соседствовать Так А Он Не готов Унёс С Хабилай Дружелюбие К сожалению Хорошо Тут Ещё Может Может Португальцы Ещё Попросить Возможно У них У него Будет Проход Какой-то Ну Шумер Так точно Гадости Понаделает Монголу Это Прям Стопудово Давайте Глянем Что У Португальца Ещё В смысле Ничего Но У него Плохие Отношения И Он Как бы Готов В принципе Хорошо А если Я Вот Так Сделаю А он Принимает Хорошо Если Просто Одно Золото Отлично Мы Кстати Благодаря Благодаря Тому Что У нас Военный Союз С Венграми Ещё Плюс 5 Против Монголы Имеем Так Здорово Стоит Ли Ещё Не Колумбию Наверное Не стоит Привлекать 5 5 Миссионеров Католических Ну ладно Уже Примем Католицизм Чё Поделать Так Что нам Тут Сделать Имеет Смысл Караваны Он мои Не может Разграбить Так что Я могу Их Спокойно Отправлять Куда Угодно А Они же У меня В Китае И бегали В общем-то Поэтому У меня Тут Немножко С деньгами Сейчас Ну Видимо Надо С миниликом Экономический Союз Сделать Чего Лишь 5 Влияния Хватило Так Могу ли Трех Великих Людей Получить Одного У меня Точно Есть Фалтоводец Да Пророка Я А не Пророка Не получал А больше Я не получал Тут еще Двоих Надо Это Вряд ли Ладно Пока Не хочу Все равно Просвещение Открывать Так Здесь Нужен Какой-то Мощный Юнит Уж Катер Один ход Строится Но у меня Нету Стены Нету Смысла Строить Потому что Он Он Сейчас Будет Атаковать И По идее Они Не Построятся Давайте Попробуем Но Они Не Должны Достроиться Так Что у нас Тут Интересного Есть Если Там Будет Проплыв К Португальцу Должен Быть Так Тут Мы Апнем Обстреливаем Все Как-то Тяжело Ну Я Может Про Атакую Блин Тяжело Арбалеты Арбалеты Туда Поведем Одного Вот Этого Я все-таки Мушкетера Хочу Сюда Везти Чтобы Ну Надо Город Как-то Забирать Но Это Уже Невозможно Просто Смапучи До Летучего Отряда Повысим Тут Лечиться Будем Так Ископите А Давайте Какой-нибудь Может Еще Город Найдем Как-то В сену Маловато Денег О Я и забыл Что тут Они Повышение Дают Забыл Что Люси Фьер Дает Повышение Корабля Но я Наверное К перемещению Возьму В данном Случа Знаете Наверное Тут Хочу Исследовать Сколько Сколько Городов На побережье Чтобы я Мог Туда Караваны Если что Пускать Две Иды Шесть Не Лучше Волливэлу Пока Ну 165 Вернулись Денюжки Вход Тут Мы Пытаемся Украсть Деньги Так Ну что Вполне Могут Бомбарду Убить Ну я Не думаю Что Могут Город Звя Конечно Есть Катапульта Крадущийся Тигр Не против Городов Он Против Юнитов Может Может Подговорить Колумбию Пускай Например Китай Тогда Будет Отвлекаться На его Миссионеров Подговорю Колумбию Попробую Всяком Случае Ага Слушайте А может Его И на Лаутару Напасть Подговорить А он Только Заодно Считается Ведь Одну Только Могу Предлагать Ну И нормально Ладно Ну Сейчас Могу Вторую Сразу Попробовать Так А Нет Пока Больше Значит В один Ход Одну Только Можно Предлагать Хорошо Что У нас Еще По Ресурсам У меня Есть Куча Торговать Чем Так С гипсом Понятно Я не могу Янтарь Ну Вот Видите С этим Модом Все Так Обрабатывают Ресурсы Компьютеры Хоть Можно Чем То Торговать С ними Оливки Сахар У меня Есть Цитрусовые У Египта Но Ему Ничего Не Надо Хорошо Может Он 15 2 Вход Нормально Выгодно Счастье Тут Важно Напоминаю Все-таки Плюс 20 Процентов Если У меня Плюс 5 Будет Это Круто Так Цитрусовые Поторговали Чай Есть У меня Это Все Есть И Все Есть И До Конца Эпохи 8 Ходов Может Мне Все-таки Геликарнас Построить Ну Сейчас Тут Дамба Достроится Так Верх Еще Так Вот Тут Правый Двигатель Мы Отложим Баллистику Пушки Откроем Да Блин Даже Прям В Кавалерию Можно Ну Смотрим На действия Монгола Посмотрим Только Сейчас Тут Снимется Силы Тут Конечно В Город Юнит Поставить Мушкетером С Мушкетером Вообще Ничего Не Берется Мне Кажется Я Боюсь Он С Этими Юнитами Сейчас Пойдет Грабить Мне Все Тут А не Смотрите Отступать Начал Все Таки Не Понравилось Что Войну Объявили Это Видите Он только Катапульт И Пострелял И Мечником Проатаковал Нормально Ну У нас Континентальная Война Практически Там Венгрия Воюет С Германией Я С Монголией Мапучи Так Нормально Тут Стоим Но Я Думаю Что Продолжение Уже Следующей Серии Конечно Ситуация Интересная Интересная У нас Тут Войны И Очень Тяжело Иметь Мапучи В соседях С золотым Веком Это Конечно Я Возмущен Таким Балансом Постоянно И Им Еще Развитие Дают Представляете В следующем Патче Ну Совсем Обалдеть В любом случае Играйте в умные игры Спонсоры канала Продолжение Могут прямо сейчас В вкладке Сообщества Посмотреть Спасибо им За поддержку Для всех остальных Оно Появится Завтра По-моему Игра Вообще Повисла Кстати В любом случае До завтра Спасибо Что досмотрели До конца Я Алексей Халецкий Тот Кто Сделал Это Видео Пользуясь Случаем Хочу Попросить Вас Поставить Лайк Оставить Комментарий И поделиться Этим Видео Со своими Друзьями Или В социальных Сетях А также Посмотреть Другие Мои Видео Ссылки На Которые Вы Видите Сейчас На Своем Экране Играйте В умные Игры И Всем Пока